Приветствую всех на канале Матковод. С вами я Евбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 9 октября. Солнце, ну, хорошая погода днем. Ночью было около где-то 7 градусов, плюс 7. Ну и хотим сделать ревизию в этих поздних отводках. Ну, так как мы видели, что маток вроде бы приняли, вроде бы они начали сеять, но увидеть, что же эти матки сеют, ну и вообще какая тут картина. Потому что, ну, надо убедиться, все ли тут в порядке, чтобы спать спокойно, ребят. Это первый отводок был сделан на килограмм 800. Заодно вымем и полоски. Я думаю, уже хватит при полоскам лежать. Так, и будем смотреть. Может тут уже... Не, ну хотя пчела есть. Пчела есть. Не бог знает сколько много. Ну, и не совсем мало. На этих нету расплода, ребята. Вынимаю полоску. Думаю, много кого интересовал этот вопрос про эти отводки. Ну, меня самого тоже он интересовал. Так, значит, тут печатный расплод, но увидим расплод пчелиный, нетрутовый. Значит, значит, все нормально. Есть еще яйца. Значит, матка продолжает сеять. А вот, кстати, маточка на той рамочке ходит. Сейчас покажу. Вот маточка ходит. Ну, в середине, в центре в самом. Тут тоже нормальный печатный расплод. Все, ребята, тут нормально в этом уле. Правда, они поели корма. Ну, и будем смотреть. Если что, после Нового года, если все будет нормально, ну, если они еще до того времени доживут. А они доживут. Я в этом думаю, что будет у них нормально. Просто подложим им тогда лепешку с медом. Ну, если они с этим расплодом, как бы, много поедят корма. А пока, пока все хорошо. Это уже последняя ревизия. Теперь уже аж посмотрим их. Ну, как посмотрим? Посмотрим после Нового года, как себя ведут. Больше уже все лезть не будет. Я, ребята, и так особо не планировал уже в эти отводки лезть. Но сейчас услышите, как гудит тот улей. Это меня и насторожило. Залезьте, посмотрите. Машенька, сейчас подойдешь там улью. Приложи сюда камеру. Если слышно зрителям, как они гудят. Ну, я думаю, или они из-за того гудят, что сейчас обед, ну, как бы, обед, как раз самая теплая погода. И они, как бы, делают такой облет. А из-за того, что у них закрыто... Ну, покажи, Машенька. Закрыто тут все. Что одна только дырочка. И из-за этого и они дружно не могут выйти, ну, побольше их не могут выйти. Из-за этого, может, они, как бы, и создают такой там шум. Ну, сейчас мы в этом убедимся. Да, вот так и есть. Вот они тут такие пчелки летают. Как бы облетывались за заставной. Ну, ничего в этом страшного, думаю, тоже не будет в этом уле. Думаю, тоже тут все нормально. Но, тем не менее, посмотрим и убедимся. Я, как всегда, забыл, ребята, шапку. В этом уле напомню, что было 2 килограмма 200 грамм пчелы. Так, тут расплода не вижу на этой рамочке. Так, выема. Смотрим дальше. Так, тут есть расплод печатный. Пчелиный нормальный печатный. А, вот и маточка, друзья. Тоже все тут нормально, значит. С этой стороны тоже расплод. Так что, кто из молодых пчеловодов, те, которые ну, по какой-то причине поменяли поздно матку, ну, или потеряли после медосбора, или решили поменять, и теперь у них еще матки сеют, потому что часто задают такие вопросы. Ну, молодым маткам это свойство. А если это у вас, как бы, старая семья, ну, со старой матки, и она сейчас продолжает сеять, вот это уже больше подозрительно. А те матки, которые были подставлены в конце августа, в начале сентября, если они сейчас еще продолжают сеять, думаю, нет в этом ничего странного. Так. Тут тоже картина меня радует. Ну, и идем в последний улей. И посмотрим, что там. Ребята, хочу попросить прощения у всех, кто задает вопросы, а я, может, не каждому отвечаю. Ну, физически не хватает времени на это все, друзья. И сейчас просто очень много работы на стройке, на крыше. Из-за этого не всегда хватает время ответить. Так что извиняйте. Потому что некоторые ребята... Что это? Дымар не берешь. А, забыл. Некоторые ребята пишут на Viber или пишут в Одноклассники или пишут в тот же Фейсбук. А я скажу честно, я вот вчера, например, Viber открыл только около... Сколько где-то? 11 часов, наверное, вечера было. Ну, или 10. А потом уже и времени-то нет отписывать. Если на какой-нибудь там экстренный вопрос еще, ну, отвечу. Как-нибудь. Потому что уже устал, хочется спать. Ну, так что, прошу прощения, друзья. Я не... Не, не хочу ответить. Я просто физически нет времени. А смотрите, ну, ролики. В роликах, по большому счету, почти на все вопросы я отвечаю. Так что... Так, смотрим. Тут самый большой отводочек. Тут, ребята, потянули какую-то мисочку непонятную и одну и другую. Мисочки, конечно, пустые. Но, тем не менее. Так. Пчелы, видимо, себя ведут спокойно. Одна меня пытается укусить. Ну, иду спокойно, пытается укусить. Иногда, когда показывал свои ролики по поводу миролюбивости Карпатки. Ну, как бы нашей. Некоторые зрители писали. А, ты попробуй в дождь. Потом попробовал в дождь. Попробовал в дождь. А ты попробуй в безвяточный период. Попробовал в безвяточный период. А ты попробуй еще когда-нибудь. Ну, и также были попробуй вот в такое время. Вот пробуем и в такое время. Тоже видим, раздетые, работаем. Ну, так нежелательно, конечно, друзья, делать. Но я взял одну маску. В ней Машенька меня снимает. А я смотрю. Некоторые, вижу, пчелы возвращаются с пыльцой еще. Вот, видите, договорился. Возвращаются с пыльцой. Есть тут расплод. И вот они собирают еще пыльцу. Так, надо немного подымить. Так, смотрим дальше. На этой будет расплод, скорее всего. Да, тут тоже расплод. Тоже нормальный пчелиный расплод. Значит, матки эти поздно и облетелись нормально. Был еще трутин в природе. Облетелись нормально. Не отрутовели. И все в порядке. Этой картиной я довольный. Потому что... Ну, потому что это хорошая картина. А, вот, маточка ходит. Видишь? Тут тоже есть еще яйца. Еще сеют. Так что, я думаю, еще нарастят какую-то массу пчелы. Для зимовки. И, думаю, будет все хорошо. Если этот эксперимент удастся, ребята, буду всегда так делать. Так как, ну, даже вот в этом случае три семейки такие. Это уже, ну, куда лучше, чем пчел усыплять на пчелиный подмор. Так что, картина меня радует. Я, конечно, думал, что они гудят, что, может, что-то произошло, или... Ну, матка их, может, не устраивает. А ну, Машенька, помоги мне. Но нет, все тут нормально. Вот такая картина на сегодняшний день в поздних отводках. Доволен результатом пока на сегодняшний день. Так что, друзья, можно так, значит, делать. Я доволен. Все, на сегодня тогда буду заканчивать. Подписываемся на наш канал. С вами классик. Мне нравятся дизлайки. Все, всем пока-пока. Продолжение следует...